Но пока не очень подвижки большие в этом направлении, но зато вот фан-секторы есть. И спасибо ребятам, этим парам десяткам, парам десятков отважных, что доехали поддержать свою молодежку из Татарстана. Ну а у нас вот действительно завтра на все службы Арена Металлург выпадает колоссальная нагрузка, потому что этот четыре, ну нет, не будет раскаток, конечно, у молодежек. Я думаю, что без утренних раскаток они выйдут играть. Какие тут еще раскатки, если игра в полдень? Ну вот сама игра, раскатки главных команд Металлурга и Амура, подготовка льда. Да, в общем, очень тяжело будет справляться с службом. Ну и у нас, у телекомпании ТВИН, две трансляции в день в течение семи часов. Два матча мы покажем. Но главное, что ребята играют. Нам, конечно, поработать придется, зато лисы не завершили сезон досрочно. Вот эта шайба еще и с первого периода. Крохолев и Хор уже вот плохо бросает. И здесь могло все случиться в пользу хозяев. Как-то не случилось. Не забываем, да, еще раз пожелать здоровья Раулю Якубову. Ненужный прием со стороны Ярослава Мухранова. Возможно, отправил в лазарет одного из лидеров реактора. Ну и оставил Магнитогорскую команду без Мухранова. Обернулся пропущенным голом с дополнительной нагрузкой на оставшиеся полдюжины защитников. Да, сумели выйти вперед по ходу второго периода гости, а ведь и третью могли они забивать. И тогда оказался бы Магнитогорский коллектив в чрезвычайно тяжелом положении. Но Крамзин молодец. А вот здесь небрежные действия. Перехватывает Долгих и Кузякин очень важную шайбу забрасывает. Многое не получалось у Артема в последнее время. Но в очень нужный момент он вспомнил, что является одним из лидеров этой команды. А здесь, конечно, тоже здорово поборолись. И тут Гаврилович был. А Сипович делал передачу. А Гаврилович ушел на пятах работать. И все блестяще сделал Козлов. Да, Крамзин пропустил сегодня 4 шайбы. Но все равно одержал победу. Вот смотрите. У Егора 27 спасений. Но он победитель. А в Нижнекамске несколько дней назад было у Крамзина 46 спасений. А победить не вышло. Вот он, умница Козлов. Ну и Ткач забивает шайбу, которую мы не сразу увидели. Вот он, довольный Савелий. Но не этой шайбе суждено было стать победной. Это уже третий период. Альшевский. Вот смотрите. В паузе своего коллегу там взбадривает. Шарпанов. Вот Жоя Крестов. Муису атакует. Вот этот пограничный эпизод. Попадание в голову. Кровь появляется у Гавриловича. А гости в расстановке 5 на 3 забивают. И даже поход в кино не меняет решение арбитров. Это гол, а штрафа нет. Ну, вот так. И очень тревожной становится ситуация для хозяев. Но Крохолев классным пасом находит по чужой синей линии Бориса Осиповича. И вот именно этот гол победный. Хотя мы увидим еще два. Но вот она, победная шайба. Богдану Крохолеву аплодисменты. Очень солидный матч. Один из лучших, если не лучший в сезоне для самого взрослого игрока. Ну, видите, он же мог стать для Крохолева последним в молодежке. Как-то стоило его провести достойно. Что Богдану и удалось. Хороший хит он применил. Две передачи. Вернее, голки передачи. Ну, вот и четвертая залетает. Прозевали здесь контратаку. Нечаев потерял своего игрока. Ну, а здесь роскошный перехват на красной линии. И Гаврилович устанавливает окончательный счет. 6-4. У нас нужна контровая решающая партия. Партия для того, чтобы определить, кто же идет все-таки в плей-оу. Апто выиграл у Ладьи. И там тоже потребуется третий решающий матч. Так что завтра жарко не только в Магнитке. Мы в Екатеринбурге. Эту трансляцию организовала и провела для вас бригада телекомпании ТВН. Во главе с режиссером Евгением Данильчуковым. Ваш комментатор Павел Зайцев. До скорых встреч в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok